Но мне сейчас вспомнилась история, которую рассказывают про Дэвида Маммета. Маммет, правильно, да, ударение? Про Дэвида Маммета. Да, Маммет замечательный писатель, кстати. Он писатель, педагог, сценарист, руководитель сценарных групп, шоураннер и так далее, продюсер. Он один раз не пришел на мозговой штурм в авторской группе и написал письмо на путственное. Это письмо где-то в интернете распространялось, среди сценаристов. Я могу сейчас ошибиться, не дословно что-то сказать, но он написал... Коллеги, если вы хотите... Сережа, проходи. Поаплодируйте, это Сергей Трофимов. Один из лучших операторов в стране. Он написал, что если вы, сценаристы, пишете сцену, в которой два человека обсуждают, что случилось с третьим, то вы плохие сценаристы. А если вы покажете, что случилось с третьим, то вы хорошие и будет у вас дом в Хэмптонс. Поэтому даже Маммит понимает, что смотреть лучше, чем читать или рассказывать. Но он гениальный писатель, честно. Знаете, его роман «Древняя религия» про Суднича, ну вы знаете, это великий текст, действительно. А сценарии, как мне кажется, он пишет для заработка. И пишет их как-то левый-левый задний. У меня такое есть ощущение. Потому что его романы – это вот великая проза. У вас нет ощущения, что сериалы – это все-таки отхожий промысел для большинства. Ну как для Димы Новоселова, например, который первоклассный прозаик, а вынужден писать вот сериалы. Или как Аня Старобинец, или покойный Гарас. Ну вы знаете, как это бывает. То есть вы уверены, что это действительно серьезная работа? Да, я знаю много сериалов, в которых прекрасные сценарии. И это серьезная работа. Назовите. Троцкий сериал, например. Но его вы делали. Ну что, неважно, в третьем лице. Его же не я писал, да, я участвовал, но его писал Олег Маловичко. Я могу про него в третьем лице говорить, я же не себя хвалил. Да, мы его снимали. Сережа снимал, Саша вот снимал его, продюсер. Почему, кстати, вы выбрали эту тему, достаточно гробовую? Действительно, с очень многими скользкими и сложными вопросами. И ругали вас, как никого, кстати. Хотели с огоньком отметить столетие просто. Революции. Революции, да. С огоньком отметили. Мы отметили с огоньком, да. Какие сериалы вы могли бы назвать, свои, чужие, неважно, которые показались вам триумфальными? Вот это вот абсолютная победа. В этом году, в прошлом? За неограниченное время. Хиты жанра. Вопросы задаете вы? Ну, из криминальных драм «Озарк», из американских сериалов, из немецких сериалов «The Same Sky» и «Берлинские псы». Это очень крутые сериалы. Это написано и снято круто. Это очень хорошая драматургия. И вот это моя уверенность. Я их не навязываю никому. Французские сериалы «Богомол». Это про что? Я вот о нем, я ничего не слышал. «Богомол»? Да. Происходит убийство мужчин, и они как такие кроваво-ритуальные. И только вот мужчин. И по почерку они похожи на убийство, которое совершала женщина, которая давно уже сидит в тюрьме. Ей уже лет 50. Она сидит в тюрьме за подобное убийство. Она убивала мужчин, которые совершали насилие. По отношению к женщинам, или девушкам, или девочкам. И она их совершенно кровожадным, кровавым образом карала. И вот эти убийства происходят по новой. И то ли это подражатель, то ли она кем-то управляет. Но выясняется, что... Ну, так получается, что вот без нее это не раскрыть. И они начинают ее прессовать? Нет, ее выпускают из тюрьмы. А дело в том, что ее сын, который от нее отказался, он в полиции работает. И ему поручают это дело расследовать. И он вынужден общаться со своей мамой, которую он... Ну, наверное, презирает неправильное слово. Он ее... Она его напугала в свое время. И он от нее не общается, не посещает ее в тюрьме. И они вынуждены вместе работают над этим делом. И она помогает найти убийцу. Это очень круто сделано. Сколько серий? Этот сериал, по-моему, 6 серий. Он такой небольшой. Небольшой. Как англичане любят. Там 3, 5, 6 серий. Сезон. Это мне понравилось. Буду это смотреть. А может... Очень хороший английский сериал. Ну, триумфальным его назвать нельзя, наверное. Но... Конец этого юбаного мира. Это английский сериал. Каждая серия... Название мне очень нравится. Да. Каждая серия 20 минут. Это прекрасное такое роуд-муви про двух подростков, которые решили сбежать. Ну, просто это очень хорошо. Это прекрасные диалоги. А, возможно, сериал без убийств, условно говоря. Помните, вот советские первые сериалы, день за днём, в одном микрорайоне, вот то, что Анчаров писал. Повседневная жизнь, коммунальные квартиры. Это же очень интересно, нет? Давайте тогда начнём про Виктора Розова говорить. Ну... Про эпоху прекраснодушия. Я бы смотрел. Про пьесы Рощина, Арбузова, Полодина. Да, вот если бы они написали сериал, я бы это смотрел, пожалуй, потому что смотреть кровавые драмы, это к моей жизни отношения не имеет. А вот сериал «Простые радости» типа, да, или как-то «Простые вещи». Ну, вот такие есть вещи или это уже сейчас не ночью? Ну, конечно, есть сериалы, в которых нет убийств, да. «This is us», по крайней мере, первый сезон, это прекрасный сериал, который, ну, невозможно смотреть местами без слёз, о семье. «This is us» – это мы или это жопа? Нет, это мы, наверное, совсем прямолинейно. Скорее, если точнее переводить, вот такие вот мы. Ну, вот такие мы, да. Вот так мы поступаем. Это нас. Так мы живём, это нас, да. Понятно. Это американская история. Американский сериал, да. Ну, конечно, кровавые или криминальные драмы, они… ну, есть очень много сериалов, в которых не присутствует убийство. Есть комедии, есть семейные драмы. Кстати, не могу не спросить уж, раз пришлось к слову. Вы посмотрели Триеровского Джека, который там дом построил? Да, посмотрели. И как вам понравилось? Чушь. По-моему, тоже полное говно. Спасибо. Просто очень слабая картина. Особенно финал просто… Идиот. Финал. Такое, даже первокурсник в ГИКа бы не снял, такую дрянь. Он думает, что это у него преступник и с ада выбирается, а это Бэт Дилун висит к стене и больше ничего. Такая скука просто. И главное, что он всё время пытается меня ударить по болне, по болне, как вот импотент пытается укусить женщину, когда не может с ней ничего сделать. Вот это примерно та же история. На русском материале можно делать хорошие сериалы? Есть. Смотрите, мы когда-то проводили конкурс среди сценаристов. Оказалось, что у нас в стране по некоторым подсчётам, наверное, больше. Ну, три тысячи сценаристов точно. Вот если бы меня сейчас спросили, с кем бы я работал, с каким количеством сценаристов, то их, наверное, два с половиной. Но вот те, которые не подведут, которые могут переписывать сценарий, которые слышат, которые могут что-то предложить, они просто записывают за тобой или за креативным продюсером. Таких немного. К сожалению, нету школы, нету системы и нету никакого страха у сценариста, когда ему говорят, не надо в договор вносить пункт, что я переписываю только два раза. Потому что нет такого пункта в американских контрактах. Сценарист переписывает столько, сколько его попросил продюсер, потому что продюсер понимает, что он хочет получить. И сценарист работает. И сценаристов в Америке столько, что им работы столько нет, сколько там в Америке сценаристов. А у нас никто не боится разорвать контракт или, обидевшись на продюсера, идут писать в сценарный цех. Есть такое сообщество. Жалобы. Да, жалобы и говорят, внимание всем, вчера, встретившись с Александром Цикалом, я услышал, что я бездарь. Хотя я, правда, никому этого в жизни ни разу не говорил, потому что так нельзя говорить. Потому что это очевидно обычно. Нет, этот сценарист обиделся на меня за то, что я ему рассказал заповедь сценариста в BBC, которая была, кстати, напечатана в журнале, в газете Синемоушен. Прекрасная была организация. К сожалению, сейчас их не существует. В Синемоушен это было напечатано. Там было несколько заповедей для сценаристов, которые хотят работать с BBC. А это можно, конечно, к любому применить. Значит, первый, сценарист BBC, прежде чем предложить сценарий, свой сценарий BBC, должен наверняка знать, что он уже не написан каким-то другим сценаристом. Сценарист, который хочет работать с BBC, должен знать, какие сценарии пишут его собратья по оружию, конкуренты и так далее. Сценарист должен знать, какие сериалы снимаются на BBC и у конкурентов и так далее. То есть там такой, там не просто, это такой компликейшн, ты должен не просто уметь писать, а ты всё сложнее. Ты должен разбираться, знать, чувствовать, что на рынке происходит, и тогда ты можешь сделать предложение более точное. Ну вот сценарист сказал мне, а чего вы меня учите? Я говорю, да я не учу вас, ну вы напишите мне сценарий, я его куплю. Просто вы приносите то, что уже написано. В этом был повод, в этом была моя претензия. Ну вот он обиделся и пошёл там строчить. Но харассмента не было, слава богу. В остальном всё в порядке. В каком смысле не было харассмента? Ну в том, что вы не харассили его, значит всё хорошо. Нет, это был некрасивый мужчина. Зачем он? Кстати, вы посмотрели Living Ireland? Да, вот это. Вот только собираемся посмотреть. Четыре часа, это же не просто. Четыре часа, омерзительное зрелище. Почему? Ну потому что там правильно пишут, что никого со стороны Джексона там нет. То есть это не конкурент. Там это не похоже на процесс. Похоже на то, что никакого абьюза не было, что оба эти мальчика потерпели в жизни полный крак и решили срубить баблосы немного на своём детстве. Очень печальное зрелище. И ещё вопрос, который я, кстати, Роднянскому задавал, когда он здесь сидел. Вот вам не жалко Вайнштейна? Тимура? Харви. Тимура мне тоже не жалко. А вот Харви мне жалко. Вы знаете, жалко большое количество людей, которые являются хорошими актёрами и режиссёрами. А вот про Вайнштейна я не настолько, конечно, внутри индустрии американской. Но я из тех людей, с которыми доводится общаться, никто ничего хорошего про него не говорит. Все говорят, что он, и все это давным-давно знали, что он просто мерзкое животное, которое просто отвратительно себя ведёт не только с женщинами, но и с мужчинами. Ну, не в смысле, что он к ним пристаёт. Нет, я понимаю, просто хамит. Просто ведёт себя как бандит. И, в общем, но при этом он, конечно, он спродюсировал много выдающегося материала. И тут, конечно, дикий конфликт. Тогда человек продюсировал прекрасные, ставшими прекрасными фильмы и при этом являлся животным в отношении. И ещё, вот мы говорили с вами о том, что хороший сериал, одна серия стоит от 300 тысяч долларов. Нет, это в России сериалы стоят от 100 тысяч до 500. Ну, вот разный бюджет. Но в Америке от 3 миллионов до 10. Ну, понятно, Америку сейчас не берём. А где взять эти деньги? Просто чисто продюсерский вопрос. На чём здесь можно наварить? Неужели только на рекламе? Ну, деньги платят каналы. Каналы либо получают дотации государственные, как, например, канал «Россия», или частные каналы, они живут за счёт рекламы. И рекламы должно быть столько, чтобы окупить производство сериалов и программ и на разнице заработать ещё. Прибыль-то в этом, ну, во всём мире, где есть реклама, это такая же схема и в Америке. Ну, там, Netflix, он живёт за счёт подписки, там же нет рекламы. Вот, прибавилось подписчиков. Там, например, в «Карточный доме» в первый сезон принёс Netflix, у которого тогда было 30 миллионов подписчиков, принёс 6 миллионов. Тогда подписка стоила 9,8 доллара в месяц. Ну, вот там множество. Ну, копейки, в общем. Копейки, да. А сейчас у них 112 миллионов по всему миру, которые платят 14 долларов в месяц. Так это и происходит. Чем вы можете объяснить всемирный интерес к «Карточному домику»? Ведь это история узко касающаяся американского избирателя. А Кевина Спейси оттуда убрали. Тоже мерзкая история. Кевина Спейси убрали, и никто не смотрит этот сезон, потому что он скучный, отвратительный, тупой и никому не интересный, невзирая на прекрасную актрису, которая пытается его заменить. Вот. А успех первого сезона, ну, во-первых, его снимал Финчер. Во-вторых, там была очень крепкая драматургия. Это было написано дерзко. Там были какие-то современные приёмы. Ну, какие-то были апарты на камеру у главного героя. Были тогда ещё не такие модные и распространённые эсэмэски в кадре. Но, конечно, главным образом была сильная драматургия и никакого пафоса, что раньше бывало. Там пара президентов-то в Америке снимали, херово тучу фильмов, там, может быть, и сериалы. Вот сейчас вот про президента в Америке можно увидеть сериалов 15, наверное. Они какие-то комедийные могут быть, пародийные, сатирические. Сейчас ещё и такой президент, согласитесь. Президент в Америке прекрасный, потому что экономика Америки выросла во время его президентства на 15%. Мы можем тут бла-бла-бла, какой он смешной, тупой, рыжий, как он путает слова. Там есть экономика, и она при нём выросла на 15%. Поэтому Трамп очень хороший главный менеджер страны. Когда я буду в Калифорнии, я обязательно это передам. Это важно им. Вопрос, кому вы, Дмитрий, передадите? Сотруднику таможенной службы, которая вас не пустит? Нет, 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 я тому, который пустит обязательно. Чего меня не пускать? Нет, я налоги плачу. Я же тоже там много времени провожу. Я тоже плачу налоги, но меня недавно 4 часа продержали. В обезьяничке этом, да? Правда? Отвратительное ощущение. Я бы не назвал это обезьяничком, но медвежатничком я бы это назвал. Медвежатничком. Мерзкое чувство, да. Я ненадолго сделаю экскурс в украинскую проблематику. Я думал, я ненадолго уйду, вы хотите сказать. Не, не что вы. Да вы справитесь, я уверен. Ненадолго экскурс в украинскую проблематику и вернусь к сериалам. Но меня действительно люто волнует этот вопрос. Сейчас все говорят, что Зеленский шоумен и не может победить. При этом он лидер президентской гонки. Вы тоже были когда-то шоуменом. С каким чувством вы следите за его, так сказать, рейсом? За этой гонкой? Я не слежу за этим вообще ни разу. Меня это совершенно не интересует. То, что он баллотируется, по-моему, это естественное продолжение его деятельности. Потому что, если кто-то не смотрел, посмотрите «Квартал 95», вечернее шоу на канале «1 плюс 1», украинском канале. Эта программа была, пожалуй, единственная на постсоветском пространстве, где позволяли себе шутить про всех. Ну, в первую очередь, про президентов Украины. И никто эту программу не закрывал. И там есть очень смешные миниатюры и на тему президента, и не на тему президента. Потом они сделали сатирический сериал «Слуга народа», где он играет президента Украины. И, кстати, этот сериал продан на Netflix. И даже он продан как формат в разные страны. И это купили и будут там про своих президентов делать. Поэтому то, что сейчас происходит, он баллотируется. Но я видел в интернете, я не удержался, посмотрел, у меня нет времени рыться в интернете. Они сделали из предвыборного ролика, они сделали номер. Номер этот, суть этого номера – это похороны Порошенко, действующего президента. И там есть совершенно потрясающая фраза. Она очень смешная, что Порошенко при жизни все переписал на свою жену. Но сейчас мы точно знаем, что он и свою смерть переписал на жену. Я считаю, что это дико смешно. Но это, конечно, кровожадный ролик такой. Серьезно. Но там на кладбище все происходит, гроб, люди стоят, музыка играет. Каким мы его знали? Ну, то есть, вот так все это. Он был ворюга, он разворовал, он был олигарх, он ненавидел людей, он развязал войну, он там, это, это. Но это круто, ну, круто, смело, дерзко. Конечно, Зеленского финансирует Коломойский. Вене. Такой же, как Порошенко. Да. Но это у нас же тоже были похороны Ельцина в программе «Куклы». И финансировал это такой же, как семья, ничем не лучше. Так что мы уже все это ели большой ножкой. Ну, как по-вашему, он может победить? Почему нет? Хорошо это будет? Ну, для него. Ну, точно не хуже, чем Порошенко он будет, я думаю. Уверен. А ваше отношение к Украине сильно поменялось? Вы же киевлянин все-таки. Я киевлянин. Я не все-таки, я просто киевлянин. Киевка, город я люблю. Город красивый. В Киеве похоронены мои родители. В Киеве я сейчас не бываю, потому что нужно иметь либо приглашение от организации... А вам еще нет 60, да, как и мне. Да, мне еще нет 60, и я могу приехать в Украину и развязать войну. Да. Или подрывную деятельность какую-то. Поэтому меня могут, как и любого другого человека, завернуть. Ну, мне этого бы не хотелось. Ну, да, собственно, мне там, честно говоря, сейчас нечего делать, потому что раньше были отношения с каналами, а сейчас-то я не знаю, что делать. А за Майданом вы следили?